Привет! Сегодня я покажу как сделать крутой свет для твоей модельки. Это больше относится к персонажам, но также это можно использовать для каких-то объектов, которые ты сделал. Предупреждаю, я далеко не какой-то там профессионал, не гуру 3D, но мне кажется, что это довольно прикольные приемы для того, чтобы показать свою модель на различных сайтах или при продаже. Значит, сама модель это рыцарь. Изначально все выглядит таким образом. Если мы посмотрим настройки мира, они самые простые. Наложена текстура из Blender, вернее, HDRi-карта студии. Ну, выглядит это вот так. Вот такая студия. И, значит, эту студию можно подключить к MixShader, затем можно скопировать бэкграунд, сделать его черным, подключить. Опять же, в поиске находим Light Path и подключаем Camera Array к фактору. Дальше подключаем это все на выход, и получается такой эффект. Тут у меня какой-то лишний объект. Как бы, такой прием тоже неплохой, но, как мы видим, просвечивается вся моделька. А иногда это выглядит не очень, но данный результат мне не очень нравится. Перейдем к созданию своего освещения. Первое, что нужно сделать, это локацию. И для локации можно пока что создать самый обычный пол. Создаем Plane. Сейчас включу, чтобы клавиши отображались. И после создания Plane оставим его в покое и займемся самим светом. По моим наблюдениям, как мне показалось, довольно прикольно отображается моделька, когда видны ее очертания. Значит, нам нужно создать свет, который будет освещать нашу модель сзади. Для этого использую Aria. RX-90. Додвигая по Y, увеличиваю площадь свечения примерно до трех. Даже можно сделать меньше. Сейчас мы посмотрим, как это будет отображаться при рендере. Отображается примерно вот так. На пол мы пока что не обращаем внимания. Можно даже его пока что скрыть. Нужно, чтобы была видна наша моделька. Увеличиваем яркость. Я думаю, до 70 будет достаточно. Да, неплохо. Теперь можно приступить к настройке нашего пола. Во-первых, он должен быть довольно темным. Он должен быть слабо заметен. Возможно, даже стоит сделать его металлическим. Теперь нужно подсветить детальки нашей модели. Подсветить, так сказать, лучшие места нашей модели. Для этого я использую поинт. Хотя, помимо использования поинта, можно также добавить несколько площадей, которые будут освещать. Сдвигаем по осям, направляем на персонажа. Можно даже приблизить. Уближаем примерно такого расстояния, смотрим, что получается. Свет слишком яркий. Можно его даже убавить. Но сейчас мы хотя бы примерно видим текстуру нашей модели. И можно немного подкорректировать наше разрешение. Затем пододвинуть камеру. У этой модели присутствует проблема. То, что на всех ее частях есть текстура. А вот на теле уже материал блендера, который заметно отличается от текстур. Соответственно, лучше не делать таким образом, чтобы на этот материал падало много света. Чтобы не было особо видных различий. Также я переключу Color Management на AGX. 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 Не важно. В общем, на моей страничке Boosty я прикреплю бесплатное для скачивания. Данный цветовой набор я использую во всех своих последних работах, так как он работает очень реалистично, очень красивый. В принципе, мне нравится больше, чем классический менеджмент блендера. Переключаясь на GX. Видим, что затемнились какие-то цвета. В некоторых местах стало слишком темно. Также заметил то, что руки не совсем корректно подсвечиваются. Увеличу немножечко размер. И подниму свет. Он стал более мягче. Переключаюсь в настройки мира. И сейчас мы используем велуметрики. Кому как, но лично мне нравится использовать велуметрики даже в минимальном размере, потому что они немножечко распыляют свет. Сейчас его слишком много. Можно поставить на 0.01. Или даже 0.04. Появилась небольшая дымка. Также, чтобы исправить проблему с границей света на полу, можно поднять свет выше, а затем отодвинуть его. И получается за персонажем такой красивый фон. Сзади небольшое светлое облако. И снизу небольшая подсветка. Мягкая подсветка. Это главное. Пожалуй, пододвинем поближе к персонажу. Так, теперь нам нужно сделать освещение сверху нашего персонажа. Ничего нового. Создаю область света. Отлично. Велуметрики пока отключу наш туман. И когда свет находится просто сверху над персонажем, по моим наблюдениям, исключительно по моему мнению, это выглядит не совсем правильно. Если у персонажа есть наклонные поверхности, которые отбрасывают тень на плоские поверхности, это смотрится неплохо, но когда персонаж более-менее по одной кривой идет со всех сторон, выглядит это как-то сыро, неэффектно. Что в таком случае можно сделать? Можно подвинуть плейн немножко назад, повернуть по иксу. Делаем таким образом, чтобы посередине у нас оставалась тень. Теперь это выглядит лучше. Убираем, чтобы она вращалась вокруг 3D-курсора. RZ. Поворачиваем в ту сторону, в которую нам нужно. Также видим, что за границей нашего кадра нога. Также мы видим, что ноги немного утонули в полу. Пол немного опущу. Переключаюсь на Local. Немножко отодвигаю камеру. Примерно вот так. Сейчас посмотрим, что получается. получается получается уже довольно неплохо. Но освещение сверху мне до сих пор не нравится. В таком случае выключим АПК. Добавим освещение сбоку нашего персонажа, который будет светить на нашего персонажа. настраиваем. Он не особо вписывается, но пожалуй, тогда я прервусь на паузу, по-быстрому сделаю текстуру для этой части персонажа и вернусь. и так я наложил текстуру не очень качественно, но теперь это хотя бы смотрится. видим, что свет немного криво расположен, значит, можно его повернуть опять же вокруг 3D-курсора примерно вот так. Края подсвечиваются, можно даже убавить его и поставить где-то 30. Немного опустить. Теперь поработаем со светом, который перед нашим персонажем выставим примерно вот таким образом, выставим для целого числа 2. Теперь посмотрим на свет сверху, правим его, но только не через вращение вокруг, 3D-курсора на индивидуум регионс. главное, чтобы свет не светил ярко. Для сравнивания можно баловаться с его мощностью и сравнивать соответственно, что у нас получается. Я думаю, на 6 этого хватит. Можно заметить, что ноги нашего персонажа не освещены. Для этого мы берем один из источников освещения, который находится сбоку, например, вот этот Shift-D копируем и опускаем вниз. Смотрим, как это выглядит. направляем. Наверное, с лицевой стороны это будет выглянуть лучше. Уменьшаем размер. Теперь наши ноги стали более видны. Можно добавить мощности, например, до 5. Это много. До 3. До 2,5. Так, смотрим, что у нас по освещению на лицевую часть. Освещение лицевой части у нас задействовано в верхнем освещении, соответственно, я уменьшу силу до 3. И немного поиграю, чтобы тени падали красиво. Вернее, не тени, а отражения. Уведу свет немного назад. Примерно вот так. и к пред рендеровой части мы открываем камеру, открываем viewport display. Вот эту настройку выкручиваем на 1. Что она дает? Это, как можно заметить, прозрачность границ нашей камеры. Таким образом мы можем наблюдать только то, что видит наша камера. Затем мы заходим в настройки рендера. В той же вкладке Color Management мы можем покрутить вот эти две настройки на свой вкус и цвет. можно снизить гамму до 0,95. Дальнейшие настройки можно провести в Photoshop или в Compositing. Наверное покажу сейчас как это происходит в Compositing. Картинка отрендерилась. Переходим в Compositing и жмем использования нод. Добавляем Viewer. Подключаем картинку смотрим на нашу картинку. Также если вам нужно настроить определенные материалы их отображения то здесь вы можете поставить галочки перед рендером в настройках слоем которые вам нужны. Вот как это выглядит Diffuse Glossy Малуметрики Теперь самое первое что нужно посмотреть это сатурацию примерно так это будет выглядеть насыщенность это насыщенность цветов можем сделать все вот таким вот ярким можно сделать все более блеклым Также сейчас покажу как сделать подобно красиво картинку но уже с двумя моделями спереди и сзади Altair очищаю наклон камеры любые вращения дальше настраиваю как мне удобно примерно так я думаю что в этот раз мы добавим он у нас получилось такое полотно поворачиваем задний немного перемещаем его увеличиваем размер поднимаем примерно так это должно выглядеть затем мы создаем еще один источник света который будет подсвечивать наш фон поднимаем отодвигаем добавляем мощности и опять поворачиваем добавим текстуру нашей нашему фону немного серый отражаем мы его делать точно не будем добавляю спот поднимаю его над персонажем добавляю яркость также увеличиваю радиус alt d x копирую его над вторым персонажем в чем разница между shift d и alt когда ты копируешь alt d то например при изменении света меняется и второй спот если ты копируешь через shift d то каждый свет придется менять отдельно теперь включаем общий свет и видим что из-за него у нас идет слишком яркий удар по шлемам значит можно уменьшить его размер и развернуть еще по иксу и подвинуть по иксу теперь зайду в настройки мира поставлю в лу метрикс вернее ворю посмотрю как это сказывается на картинке например можно сделать подобную картинку где будет дым я думаю я думаю я такую обязательно срендерю либо картинку просто с черным фоном без эффекта дыма но я все-таки оставлю его на 001 посмотрю как это выглядит в принципе свет немного распыляется теперь добавим боковой свет другой свет это который светит сзади я его удалю почему я его удаляю потому что теперь когда у нас у фона есть хоть какой-то цвет грани персонажей уже видны и подсвечивать их не нужно но когда у вас нет никакого фона и персонаж грубо говоря висит в воздухе или стоит просто на полу крайне рекомендую подсвечивать его грани создаю свет который будет освещать наших персонажей сбоку этот цвет слишком яркий пожалуй поставлю его на 3,5 так не 1,5 а 3,5 увеличиваю размер примерно примерно вот так будет выглядеть неплохо и теперь создам еще один через shift D такой же свет поверну его примерно вот так чтобы он смотрел на персонажа стоящего сзади вернее задом к нам попробую увеличить яркость пожалуй ставлю вот так даже немного меньше примерно на 2 или даже на 1 немного освещает эту сторону персонажа что уже выглядит довольно хорошо так же если у вас модель с кучей деталей которые ну никак вы не можете подсветить с помощью основного света вы можете добавлять поинты можем поднять поинт уменьшить его яркость и условно если бы на торсе у нас была какая-то надпись или какие-то супер мелкие детали могли бы уменьшить радиус еще уменьшить сам свет и в общей картине в общем изображении мы можем подсвечивать какие-то детали освещать затемненные участки чтобы это выглядело красиво и использовать различные источники освещения для подсветки так же обычных плоских объектов или например каких-то сундуков поинты там не потребуется спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал если вам понравилось это видео так же рекомендую посмотреть видео где из обычной плоскости из обычного плейн получился целый небольшой красивый пейзаж подписывайтесь на бусте подписка там имеется также бесплатно часто выкладываю туда какие-то бесплатные ассеты которые сделал я какие-то адданы для блендера и многое другое и обязательно подписывайтесь на телеграм там очень много эксклюзивной информации спасибо за просмотр пейзаж Субтитры создавал DimaTorzok